Наукоцентризм философии нового времени Наукоцентризм философии нового времени 17 век открывает следующий период в развитии философии, который называют философией нового времени. 18. Разложение феодальных общественных порядков и ослабление влияния церкви вызвали к жизни новую ориентацию философии. Она теперь опирается на науку и прежде всего на экспериментально-математическое естествознание. 18. Так как наука теперь занимает ведущее место в мировоззрении, то в философии на первый план выходят проблемы теории познания, то есть гносиологии. 19. Продолжается, хотя и в новой форме, полемика между номинализмом, опирающимся на опыт, и рационализмом с опорой на разум. Эти направления предстают философии нового времени как эмпиризм и рационализм. Эмпиризм и рационализм. Родоначальник эмпиризма Фрэнсис Бэкон. Годы его жизни 1561-1626. Фрэнсис Бэкон считает задачей философии создание нового метода научного познания. Цель науки – принесение пользы человеку. Наука служит жизни и практике. Общая задача наук – это увеличение власти человека над природой. Фрэнсис Бэкон критикует созерцательную роль науки. В протестантизме нового времени представители у нас Лютер и Кальвин указывается, что невозможно с помощью разума постигнуть то, что относится к сфере божественного. Это есть предмет исключительно веры. Разум же надо применять к миру земных вещей. Разделив веру и разум, Лютер как бы вытолкнул разум на поприще мирской практической деятельности. То есть ремесла, хозяйство, политика и т.д. Любой труд теперь уважаем. Отсюда признание всех технических и научных изобретений, облегчающих труд. Наука ориентирована на поиск своих открытий в поле, мастерской и т.д. «Чтобы овладеть природой и поставить ее на службу человека, надо, считает Бэкон, в корне изменить научные методы. Всякое познание и всякое изобретение должны опираться на опыт, т.е. должны двигаться от изучения единичных фактов к общим положениям. Так он формирует свой метод индукции. Метод индукции Фрэнсиса Бэкона. Есть полная индукция. Это когда перечисляются все предметы данного класса и обнаруживается присущее им свойство. Но вот роль полной индукции в науке невелика. Чаще прибегают к неполной индукции. Неполная индукция – это когда на основе наблюдений конечного числа фактов делается общий вывод относительно всего класса данных явлений. Но заключение это носит вероятностный характер. А чтобы создать истинную индукцию, надо искать не только факты, подтверждающие определенный вывод, но и факты, опровергающие его. Значит, естество знания должно пользоваться двумя средствами. Перечислением и исключением. Оставить все случаи, где присутствует данное явление, а затем все, где оно отсутствует. Так ищется признак, который есть, когда есть явление. А если явления нет, то нет и признака, то есть формы или природы явления. Но Бэкон недооценил роль рационального начала в познании. Экспериментально-математическое естествознание нуждалось в разработке особого типа эксперимента, который мог бы служить основой для применения математики к познанию природы. Такой эксперимент разрабатывался в рамках механики. В 17 веке Кеплер и Галилей развили новый математический метод, который называется метод исчисления бесконечно малых величин или дифференциальное исчисление. Этот метод вводит принцип движения в саму математику, что позволяет изучать физические процессы. Но математика работает с идеальными объектами, и она неприемлема в физике. Решение находит Галилей, он строит эксперимент, создавая идеальные модели для физических объектов. То есть вводит идеальную плоскость, движение в пустоте и так далее. Проблема конструирования идеальных объектов стала одной из центральных и в философии 17 века. Общая особенность эмпиризма и рационализма – это антологизм. Хотя в центре внимания новой философии стоят проблемы теории познания, однако большинство мыслителей полагают, что человеческий разум в состоянии познать бытие, что наука раскрывает действительное строение мира, открывает закономерности природы. Однако, чтобы достигнуть истинного знания, надо устранить субъективные помехи. То есть, а что такое у нас субъективные помехи? Это заблуждение самого человека или идолы по Бекону. Вспоминаем, да? Идолы Бекона. Также препятствием на пути нового естествознания было телеологическое рассмотрение природы, то есть, объяснение через цель. Когда вместо вопроса «почему?» ставится вопрос «для чего?». Наука должна открывать механическую причинность природы, а для этого следует ставить природе вопрос «не для чего, а почему?». Декарт, Рене Декарт у нас считал, что истинное знание мы должны получить для того, чтобы руководствоваться им и в практической жизни, и в своем жизнеустройстве. Человек должен контролировать историю во всех ее формах, начиная со строительства городов и заканчивая наукой. Новая наука должна создаваться по единому плану и с помощью единого метода. Декарт считает, что создание нового метода мышления требует прочного основания, которое должно быть найдено в разуме, а точнее в его внутреннем первоисточнике – в самосознании. «Мыслю, следовательно, существую», – говорит Декарт. «Можно усомниться в чем угодно, но невозможно усомниться в существовании самого сомневающегося». Антологическая значимость внутреннего человека выражается в самосознании. Декарт исходит из самосознания как некоторой субъективной достоверности, рассматривая при этом субъект гносиологии как то, что противостоит объекту. Таким образом у него разделяется субъект и объект. Единый научный метод освобождает познание от случайностей. Математика есть орудие метода. Природа имеет лишь свойства, относящиеся к механике – величина, фигура и движение. Сотворенный мир Декарт делит на два рода субстанции – на духовные и материальные. Духовные субстанции неделимы, материальные делимы до бесконечности. Духовная субстанция имеет в себе идеи, которые присущи ей изначально, то есть они врождены – это идеи Бога, числа, фигуры и т.д. Материальную субстанцию, атрибутом которой является протяжение, Декарт отождествляет с природой и поэтому в природе все подчиняется чистым механическим законам, которые могут быть открыты с помощью математической науки механики. И рассуждая таким вот образом, Декарт приходит к открытию метода, то есть он предлагает собственный метод, который называется дедуктивным. То есть метод Декарта – это дедуктивный метод познания. Далее у нас идет Томас Гоббс. Томас Гоббс – это 1588-1679 год. Еще один замечательный философ нового времени. Томас Гоббс следует эмпиризму Бекона. У него физическое движение приносится в жертву механическому, а геометрия провозглашается главной наукой. Бенедикт Спиноза. Его важной заслугой перед наукой является то, что он рассматривает вопрос о мышлении как об одном из проявлений субстанций. При этом он полагал, что мышление как атрибут субстанций присущ всей материи. Линию объективного идеализма развивал в этот период Лейбниц. Лейбниц – 1646-1716 годы. Он поставил вопрос о самодвижении материи и выдвинул принцип живой силы, благодаря которой каждое тело является самостоятельно существующей психической субстанцией, которую Лейбниц назвал монадой. Монада. Монадой. Живая сила есть проявление самодеятельности материи и отождествляется с нематериальной сущностью, то есть душой каждой вещи. Душа составляет сущность каждой субстанции, то есть каждой монадой, а высшей монадой является Бог. Лейбниц выдвигает также идею математизации формальной логики. На этом наш с вами билет «Наукоцентризм философии нового времени» закончен. Поублагодарить автора, то есть меня, вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube, поставить лайк или сделать репост этого видеоурока у себя на страничке в социальных сетях. Для этого надо нажать на значок «Поделиться», который находится под видео. До встречи на следующей лекции, в которой мы поговорим с вами о французском материализме. Продолжение следует...